Всем привет! Любите ли вы детективные загадки так, как любим их мы? Самое время примерить на себя роль Шерлока Холмса, а может и его знаменитую шляпу, прихватить доктора Ватсона и раскрыть парочку запутанных преступлений. В сегодняшнем видео мы приготовили 8 загадок, которые вам предстоит разгадать. Для размышления над каждой из них у вас будет 30 секунд, но если кому-нибудь потребуется дополнительное время, всегда можно поставить видео на паузу. И не забывайте писать свои мысли в комментарии по ходу расследований, а в конце видео проверим, кто из наших зрителей уже готов переезжать на Бейкер-стрит. Поехали! Тайна пуль. Услышав выстрелы в соседнем доме, жильцы Тихого района сразу же позвонили в полицию. Приехавшие на место стражи порядка быстро задержали стрелков. Ими оказались два приятеля, но ни один из них не хотел признаваться, кто выстрелил первым. Как полицейские не старались, приятели обвиняли друг друга. У драчунов изъяли по пистолету с пулями разного калибра и вскоре обнаружили, что из одного был произведен только один выстрел, а из другого — два. После обыска в квартире полицейские нашли три следа от пуль в стене. Но какой из выстрелов был самым первым и спровоцировал перестрелку? Продолжение следует... Ну как, смогли бы помочь детективам? Если внимательно посмотреть на трещины, оставленные пулями в стене, то можно увидеть, что второе отверстие появилось раньше других. Все дело в том, что трещины от первого и третьего отверстия прекращаются на трещинах, оставленных вторым. Остается выяснить, из какого пистолета был сделан этот выстрел, и преступник отправится за решетку. Дождливое ограбление Одним дождливым днем миссис Брук позвонила в полицию и заявила, что ее дом ограбили полчаса назад. И сделал это кто-то из жильцов с соседней улицы. Пожилая женщина утверждала, что злоумышленники приехали на машине, но она не успела разглядеть, какого цвета она была. Тщательно исследовав район, полицейские обнаружили три автомобиля, припаркованные рядом с тремя домами. Однако их владельцы утверждали, что во время ограбления находились дома. Несмотря на это, детективы были уверены, что преступником является кто-то из автолюбителей. Как же понять, кто врет? Преступник. Человек из дома слева. Обратите внимание, что под фиолетовой и зеленой машинами сухо, значит, они были припаркованы до того, как начался дождь. Под красной же видна лужа, а такое возможно только в том случае, если владелец машины вернулся домой совсем недавно. Держи вора! Кража в кафе. В одном из прибрежных городов, где всегда много туристов, недалеко от пляжа стояло кафе-мороженое. Летом в нем всегда было много посетителей, и ничто не предвещало беды, пока однажды теплым днем в полицию не поступил тревожный звонок. Офицеры сразу же приехали на место, где выяснили, что 10 минут назад кто-то похитил из кассы кафе все деньги. На пляже в тот день было немноголюдно, поэтому полицейским удалось сразу вычислить основных подозреваемых. Но каждый из них утверждал, что не был в кафе последние 10 минут, но стражи порядка были твердо уверены, что вор должен быть среди этих людей. Как же им вычислить, кто лжет? Вор — мужчина с мороженым. Если бы он купил мороженое дольше, чем 10 минут назад, оно бы давно растаяло, ведь день, как мы уже сказали, был теплым. Наверное, ему было очень неудобно совершать ограбление с рожком мороженого в руке. Когда взорвется бомба? В результате спецоперации отряд суперагентов ворвался в логово злодея. Но тому в самый последний момент удалось скрыться. Чтобы насолить хорошим парням, он оставил в качестве подарка бомбу с таймером, которая должна вот-вот взорваться. Сколько времени есть у агентов, чтобы обезвредить взрывчатку и броситься в погоню за преступником, пока он не ушел слишком далеко? В погоню немедленно! Бомбу можно не обезвреживать, ведь она не взорвется. Если хорошенько присмотреться к изображению, становится понятно, что провода, идущие от взрывчатки, не соединены с таймером. Значит, это просто муляж. Злодей хотел выиграть побольше времени, запутав агентов. Три коробки. Так, а сейчас будет довольно сложная загадка. Возможно, вам понадобится лист бумаги и карандаш, чтобы все записать. Готовы? Итак, наши агенты разобрались с муляжом бомбы и в конце концов добрались до логова злодея. Здесь, на столе в лаборатории, они нашли три странных коробки и записку, которая гласила, что в одной из этих коробок спрятан ужасный вирус, способный вызвать у всего населения планеты аллергию на котят. Чтобы спасти человечество, агентам нужно найти и обезвредить вирус. Но открыть можно только одну коробку и только один раз, иначе сработает детонатор и начнется заражение. Злодей любил пошутить и поэтому подписал каждую из коробок. На первой он указал «в этой», на второй не в этой, а на третий не в первой. А в записке написал, что верно только одно утверждение. Какую коробку должны открыть агенты, чтобы спасти мир? Если вирус находится в коробке номер один, то получается, что утверждения один и два верны, а должно быть верно только одно. Не подходит. Если вирус в третьей коробке, то верны вторая и третья надпись. Опять не подходит. И только если злодей спрятал вирус во второй коробке, то верной остается третья надпись. А значит, условия головоломки соблюдены. Открываем коробку номер два. Побег из тюрьмы. Ну что, а теперь посмотрим на загадки со стороны плохих парней. Троих преступников посадили в камеру с бетонным полом и стенами и очень высоким потолком. Просидев в ней несколько дней, они решили устроить побег. Но единственное окно находилось под самым потолком. Чтобы добраться до него, преступники встали друг другу на плечи, но тому, кто оказался на самом верху, не хватило нескольких сантиметров, чтобы зацепиться за подоконник. Что же сделать этой троице, чтобы выбраться на волю, если сделать подкоп нельзя, а в помещении нет ни одного подходящего предмета, чтобы использовать его как крюк. Если хорошенько присмотреться к бедолагам, становится понятно, что все они разного роста. Чтобы дотянуться до окна, самый высокий должен оказаться наверху, ведь у него самые длинные руки. Остается надеяться, что он не бросит своих друзей в беде. Пропавший браслет. Одним жарким летним днем частный детектив решил немного отдохнуть от раскрытия преступлений и поваляться на пляже. Но стоило ему удобно устроиться и приготовиться наслаждаться заслуженным отдыхом, как вдруг неподалеку раздался громкий женский плач. Естественно, детектив поспешил на помощь и вскоре обнаружил девушку, которая безутешно рыдала, сидя на покрывале. Сквозь слезы она рассказала детективу, что всегда носила на руке золотой браслет – подарок бабушке. Но как раз сегодня решила ненадолго его снять, чтобы загорела рука. Браслет девушка положила на книгу рядом и нечаянно задремала. А когда проснулась, дорогое украшение уже исчезло. Детектив погрузился в глубокое раздумье. Вокруг коврика потерпевшей на песке не было никаких следов, кроме ее собственных. Как будто здесь не было никого постороннего. А значит, кражу мог совершить только кто-то из постоянных посетителей пляжа. Они как раз собрались рядом и с любопытством разглядывали место преступления. Детектив осмотрелся и сразу же понял, кто похитил браслет. А вы сможете определить преступника? Дотянуться до браслета и не оставить следователем. на песке мог только человек с удочкой. Именно его детектив и заподозрил в первую очередь. Где мама? Ну а напоследок мы приготовили загадку, в которой нет ни полицейских, ни преступников. Но от этого она не становится менее интересной. Готовы? Внимательно посмотрите на эту картинку. Две женщины сидят на стульях и смотрят друг на друга. А между ними на полу устроился маленький ребенок со своими игрушками. Как думаете, кто из этих женщин его мать? Подумайте хорошенько. Рассмотрите картинку. Субтитры сделал DimaTorzok Если вы выбрали женщину слева, то наше поздравление. У вас отлично развита интуиция. Ну или вы здорово умеете считывать людей по положению их тел. Даже если они нарисованы. Смотрите, женщина справа сидит с выпрямленными ногами, как бы защищаясь. И явно не собирается бросаться на помощь малышу, если она ему понадобится. А сам ребенок в процессе игры обычно поворачивается лицом к матери. Значит, мама все-таки слева. Элементарно. Что ж, надеемся, нам удалось помочь вам немного прокачать логику, интуицию и дедуктивное мышление. Делитесь в комментариях своими версиями ответов на наши загадки. Ну и не забывайте про лайки. Прикольные гаджеты, технологии будущего, удивительные изобретения и другие крутые фишки, связанные с техникой на канале Техзон. Подписывайся, не пожалеешь. Ссылка на экране и в описании. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.